Добрый день, дорогие подписчики и случайные гости канала. Вот на примере этих двух фиалочек. Вот видите, какие красуни они. Просто красуни. Может камера не показывает всей красоты, но я вам скажу, что они очень красивые. На примере этих двух фиалочек я хочу рассказать о уходе, как я ухаживаю за фиалочками и рассказать свои небольшие секреты. Может, конечно же, для кого-то это не секрет, а многие, я уверена, и не знают о том, как правильно ухаживать за фиалочками. Смотрите, друзья, фиалочки считаются, конечно же, требовательными и капризными растениями. Но если вы с ними подружитесь, если вы приобретете какой-то опыт, небольшой пусть, но будет у вас опыт, то при таком будет уходе, при правильном уходе, значит, фиалочки будут свистеть 10 месяцев в году с небольшим перерывом на жаркие и летние месяцы. Смотрите, если фиалочки перестают свистеть, если они теряют бутоны, это из-за недостаточного или чрезмерного полива, неправильной пересадки, либо это поражение вредителями или какие-то болезни. И я хочу сейчас рассказать свои несколько секретиков ухода за этими милыми, красивыми растениями. Смотрите, друзья, горшочек для фиалочки нужно брать маленьким. Вот, маленьким, достаточно маленьким. Это девяточка. Вот, и, значит, должно быть горшочек маленьким. Если же взять большой горшочек, то корневая система будет развиваться и будет не хватать сил фиалочкам для полноценного цветения. Следующий секретик. Это, значит, для фиалочек лучше покупать готовую почвосмесь. Значит, потому что с грядки, конечно, земля не подойдет. Она заражена вредителями. И растение в них будет некомфортно. Фиалочка теплолюбивое растение. Если на подоконнике холодно, значит, ей будет некомфортно. Зимой я подлаживаю на подоконник какую-то подложечку либо пенопласт. И тогда, значит, холод не поступает с подоконником. И они чувствуют себя более комфортно. Следующий. Это, значит, фиалочки любят яркий свет, но не прямые солнечные лучи. Для растения прямые солнечные лучи, они очень губительны. Если же у вас солнечное окошечко, тогда нужно его немножечко притенить, чтобы, значит, листочки не погорели. Опрыскивать фиалочку не стоит. Они не любят опрыскивание. Когда, смотрите, на листочки попадает водичка, цветочек начинает гнить и будет пропадать. Лучше, конечно же, поливать либо в сам горшочек, либо, значит, поставить их на фитиль. Вот они у меня все на фитиле. Вот на фитиле. Значит, фитиль это стаканчик, и в горшочек продет фитилечек. И вода поступает со стаканчика в сам горшочек, где фиалочка потребляет столько водички, сколько она сама захочет. Для полива, конечно же, я использую отстоянную, отстоявшуюся воду. Примерно где-то сутки вода должна отстояться. Только после этого я начинаю полив. Следующее, друзья, это удобрения. Удобрениями подкармливать, конечно, часто не нужно. Где-то примерно один раз в месяц. От передозировки листочки будут желтеть и будут отпадать не только листочки, но и сами бутоны. То есть, как я делаю подкормку? Я развожу удобрения в определенной емкости и потом наливаю в нижний сосуд, вот в нижний сосуд уже удобрения. Удобрения я развожу где-то 1 к 3, то есть меньше, чем рекомендовано на упаковке. И поливаю потом в нижний поддон, наливаю этот раствор. Друзья, для того, чтобы сформировать красивую розеточку, красивую розеточку, да, если у вас они стоят на подоконнике, на окошке, то ее нужно поворачивать примерно хотя бы раз в 2 дня. Поворачивать ее к свету, чтобы она была равномерной и красивой. Следующее. Нужно удалять обязательно цветочки, которые отцвели, листочки, которые подсохли. Удалять пасынки. Я потом в следующем видео покажу, что такое пасынки. Это маленькие розеточки, которые растут с пазух листочков. Вот. Следующий очень важный момент, я уже говорила за это. Свет. Обязательно свет. Если света не хватает, то стебелечки, листочки начинают вытягиваться, и листочек начинает мельчать. Иногда, конечно же, для нормального роста этого света достаточно, а для цветения его очень мало. Вот, друзья, на этом буду заканчивать свой короткий ролик. Я думаю, он вам будет полезен. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok